Всем привет! В эфире универновости о студии Карина Саяхова. 29 февраля Казанский федеральный университет посетила делегацию инженерно-технологического университета имени Агус Хана. В ее состав вошли ректор учебного заведения Гурбанмурат Мизилов, проректор по научной работе Аймурат Мухамедов и генеральный консул Туркменистана в городе Казань Гуч Гараев. От лица Казанского федерального университета присутствовали проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и заместитель директора института физики по научной деятельности Ирина Романова. Гостям провели экскурсию по музею истории университета. Именно с этой точки обычно и начинается знакомство с вузом, ведь практически все историческое наследие университета собрано в одном месте. 1 марта Казанский федеральный университет посетила кубинская делегация. В ее состав вошли ректор университета информационных наук Райдер Монтенсена Перу Рена и специалист межведомственной коммуникации Министерства спорта Кубы Рудон Стембранс Арси. От лица Казанского федерального университета присутствовали проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и директор института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский. Март – первый весенний месяц. Время, когда все вокруг обновляется, цветет и, как говорится, пахнет. Самое время задуматься о женском здоровье, ведь именно это время года считается поистине самым женским. Актуальные вопросы женского здоровья обсудили на научно-практической конференции. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В отеле «Ривьера» прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам женского здоровья от Минархии до Минопаузы. Организаторами выступили кафедры акушерства и гинекологии Казанского федерального университета при поддержке и сообщество ведущих специалистов, деятелей науки и практикующих врачей Республики Татарстан и Российской Федерации. На мероприятии были три ключевые секции – неотложное состояние в акушерстве, вопросы женского здоровья от Минархии до Минопаузы и научно-практический симпозиум по репродуктивной эндокринологии и эндокринной гинекологии. Акушерские гинекологи – это как сейсмологи. Это люди, которые наблюдают за обширенной территорией, предугадать порой колебания крайне сложно, но когда происходит извержение, они происходят очень бурно и порой фатально, к сожалению. Но вместе с тем ответственность работника акушерской гинекологии состоит из трех основных вещей. Это, конечно, в первую очередь знание, внимание и быстрота реагирования. Три основных компонента, которые необходимы акушерогинекологу. В конференции приняли участие практикующие врачи, акушерогинекологи, анестезиологи, реаниматологи, эндокринологи и терапевты. Мороприятие прошло в формате непрерывного медицинского образования специалистов. Коллеги обменялись практическим опытом из рук в руки. Участникам было предложено прослушивание интерактивных лекций и просмотр мультимедийных презентаций. Тема женского здоровья актуальна всегда, потому что женщина-мать, женщина-жена, хранительница домашнего очага – это всегда актуально. И всегда здоровая мама, здоровая супруга, здоровая дочь – это счастье в семье. Поэтому с учетом того, что наш год – это год семьи, 2024 год он объявлен президентом Владимира Владимировича Путина, как год семьи, конечно, на первый план выступает сохранение женского здоровья, вот именно как хранительница домашнего очага. Женское здоровье во многих отношениях отличается от здоровья мужчин. Женский организм, его состояние и болезни отличаются от мужского в связи с уникальными биологическими, социальными и поведенческими особенностями. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, психического, социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и недугов. Поэтому здоровье женщин – это образец здоровья конкретной популяции. Валерия Исламуглова, Николай Осуховский, Универ Новости. Проезжая мимо в автобусах разных маршрутов, мы привыкли слышать «Чеховский рынок» как название остановки и переходного пункта. Однако у этого места есть насыщенное прошлое, а теперь будет и перспективное будущее. Прямо за моей спиной вы можете увидеть «Чеховский рынок» до того, как он претерпит масштабные изменения летом. Недавно в Казани представили проект реновации «Чеховского рынка». Когда-то он был деревянным базаром, затем стойко перенес военное время и разделился на павильоны и сквер. Но вот уже как 7 лет рынок закрыт. Старый «Чеховский рынок» был одной из центральных точек, где крестьяне продавали свой товар. Там же размещались столовая артельная номер 1, артельная номер 2 и фотопавильон. После Второй мировой войны «Чеховский рынок» и прилегающая улица Чехова благоустроили. Повелся закрытый павильон, а на улице был разбит сквер по проекту архитектора Любимова. Будучи студентами, мы сами ходили туда, и когда что-то нужно было, всегда можно найти на «Чеховский рынок» и было все. Это некое такое место, как вручай, рынок какой-то был. Но тоже нужно понимать, что само пространство, само здание очень сильно обрешало уже, в момент закрытия. Уже сами подходы к торговле поменялись, и весь ремонт уже был обшарпан. И вот это строение пристроя, где были точки, где можно найти все на свете, как я говорю. Ну, все это было сделано из самодельного, все не по стандартам, не было какого-то единого дизайна кода, не было какой-то атмосферы одной. И это, конечно, вызывало такое ощущение обшарпанности, такого, знаете, уже потрепанности. Необходимо было пересмотреть как раз-таки и само здание, и вообще сценарий использования функциональной зонирования территории. Конечно, вопрос был времени о его закрытии и как раз-таки, наверное, обновлении. С 2016 года хозяева объекта и их финансовые возможности менялись, поэтому работа и развитие рынка приостановились. Сейчас рынок выглядит заброшенным и унылым местом, облезла штукатурка, побитые окна и пустота. Но раньше рынок был оживленной точкой, где многие встречались, общались и могли приобрести продукты и хозяйственные товары, что было особенно удобно для пожилых людей. Я думаю, что проект интересный. Во-первых, он стилистически очень здорово, что они сохранили это сооружение, потому что это действительно гордость, интересно его изучать, смотреть. И сохранилась достопримечательность. И второй момент, что они все-таки используют такие приглушенные тона, серо-белые, что он вписывается в ближайшую застройку определенную. Все-таки нужно понимать, что это территория исторического центра. Там раньше были особняки с различной усадьбой. И очень деликатно они попытались достроить все-таки здание. Там идет вопрос не только реставрации, восстановления самого объема здания, но также и его пристройки определенных ему строений дополнительных. Проект реконструкции от архитектора Олега Маклакова кажется многообещающим и направлен на сочетание исторического наследия с современными потребностями города и его жителей. Восстановление главного шатра и создание новых пространств, таких как фудкорты и галереи, может превратить рынок в живое динамичное место, которое будет служить не только торговой площадкой, но и центром городской культуры и общественной жизни. Планируется также добавление двухэтажных торговых рядов, вдохновленных архитектурой времен СССР. И возможность использования внутреннего двора для мероприятий различного формата, включая лекции и презентации. Реконструкция чеховского рынка может стать примером отличного сочетания традиций с инновационными подходами к организации городского пространства. А вот что воплотятся идеи, мы увидим дальше. Валерия Исвамгулова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Во многих странах мира, в том числе в России, 1 марта ежегодно отмечается День кошек. Этот праздник даже стал международным, что неудивительно, ведь четвероногие питомцы очень любимы большинством жителей планеты. Об истории появления праздника и отношения к котам жителей Татарстана расскажем далее. Кот, Катарстан. Кот, Катарстан, даже устанавливают памятники. Один из них, самый знаменитый и популярный, посвящен коту Алабрысу, или, как его еще называют, коту Казанскому. Кот Алабрыс – настоящая легенда Казани. Он обладает настолько выдающимися характеристиками, что на протяжении сотен лет о нем слагали легенды, рисовали на лубках, поэтому до наших дней дошло его описание. По мнению ученых, казанские коты – исчезнушая бойцовская порода кошачьих. Вид животные имели внушительный. Круглая голова, широкая морда, крепкая шея, развитый плечевой пояс – не кошка, а натуральный бульдог. Кто такой кот Алабрыс? Ну, мы из Новосибирска приехали, вообще в курсе. Это хранитель Казани, исполнитель желаний. Потом для развода привезли с Сибири и с Астрахани. И вот поэтому их назвали, что ум… Нет, кот Казанский, ум Астраханский, а разум Сибирский. Наверное, из-за хитрости, мудрости распределение такое было. Как три кита, знаете, вот есть треугольник, вот есть треугла. Родитель, чада и деды, прадеды. Ну, здесь, наверное, то же самое. История легендарного кота тесно связана со взятием Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Пока шла осада города, марийские князья решили под покровом ночи сделать подкоп в покое казанского хана, захватить его вместе со всей семьей и выдать русскому царю. Этого помог избежать верный кот по имени Алабрыс. Пока хозяин крепко спал и не подозревал об опасности, верный питомец почувствовал приближение беды и разбудил его. По тайному ходу казанский хан смог покинуть Кремль, выйти к реке Казанки, сесть в лодку и отправиться в Персию. Но, как бы то ни было, Казань была завоевана и вошла в состав российского государства. Позднее выяснилось, что в бывшем ханстве действительно существовала особая порода котов. Местные жители особенно ценили питомцев за их недюжинный ум и качество охотников. У меня дома есть кошка, ее зовут Марго. Я не знаю почему, но она очень любит спать со мной. Но она так громко храпит, что я просто не могу с ней спать. Но я очень люблю кошек. Коты вызывают самые счастливые эмоции, особенно мемы с ними. Когда котик находится рядом, мне становится спокойно. И как-то мне нравится гладить, как они мурлыкают. Именно они приносят дом тепло, уют и ласку. И мир четко становится добрее. Многие народы верят в то, что кошки защищают дом от негатива и зла. Поэтому на Руси издавна считалось, что прежде чем войти в новый дом, людям необходимо туда пустить мурлыку. Также поведение животного часто служило предсказанием погоды. Если кот спит, прикрывшись хвостом и спрятав мордочку в лапы, то это к холодам. А если причесывается против шерсти, к дождю. Если кошка ночью громко мяукает, значит непогода продлится несколько дней. Если чихнет трижды, к простуде хозяина или дождю. Еще у славян был обычай. Не класть новорожденного в колыбель, пока там не посидит кот. Считалось, что только после освоения кошкой места, малыш будет спать спокойно. И ему не приснятся плохие сны. В дальнейшем хотели бы завести кота. Да. Но не сиамского британца. Мейн-куна. После просмотра фильма мастер мой говорит, хочу мейн-куна черного. Наверное, как талисман какой-то. Вообще, в принципе, приятно, когда ты приходишь домой и тебя кто-то ждет, встречает. Ну, в принципе, какая-то живность, грубо говоря, есть дома. Если я буду жить один, то я просто не буду успевать за ней ухаживать. Она останется у меня в квартире и даже не будет времени кормить ее. Поэтому это, наверное, если я буду только с кем-то жить вместе. В разных точках мира кошкам относятся по-своему. В мусульманских странах кошкам относятся с уважением. Пушистиков любят, гладят, кормят и заботятся об их здоровье. Кошки – единственные существа, которым можно без ограничений ходить по мечети. В Японии их также обожают. Им посвящают стихи, создают мультсериалы и дарамы. Именно в Японии придумали кота-кафе. В Австралии же настоящее кошачье перенаселение. Кошек живет столько же, сколько и людей. Поэтому питомцы чувствуют себя хозяевами. Но признание коты получили в некоторых местах не сразу. В Средневековье считалось, что Мурлыка – перевоплотившаяся ведьма. Возможно, поэтому сейчас в Европе кошки лучше всего защищены законом. Чтобы завести питомца, будущим хозяевам нужно доказать, что у них есть хорошее место для проживания и деньги на кормление котенка. Он же как-то помогает справляться со стрессом, который при сессии, допустим, с дачи какой-то. И очень приятно, когда дома тебя кто-то ждет и любит. Если помимо учебы в ВУЗе мы куда-то выбираемся, то обязательно берем его с собой под куртку, он гуляет вместе с нами. Все рекомендации всегда в котиках, всегда очень умиляюсь. У меня сама есть кошка, ей лет 8 уже, Боня зовут. Я ее купила в приюте, сэкономила на куртке своей, за 500 рублей вот прикупила. Положительное влияние кошек на здоровье людей доказано даже путем проведения различных медицинских исследований. Сейчас фелинотерапия или кототерапия является одним из методов зоотерапии, основанном на непосредственном биоэнергетическом контакте животного с человеком. Поэтому котики не только создают уют в доме и являются хорошим другом для человека, но и оказывают позитивное воздействие на психическое здоровье, помогают справиться с хронической усталостью, депрессией и снизить уровень стресса. Как же еще можно выразить свое почтение этим милым животным? Все же День кошек – это не просто праздник, придуманный только для того, чтобы поделиться очередным забавным фото со своим питомцем. В первую очередь, это еще один способ привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Ежегодно 1 марта благотворительные организации проводят акции и сбор пожертвований для питомцев, у которых еще нет хозяев. Кошек нужно просто любить и заботиться о них. Большего они и не требуют. Полина Колыхалова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Николай Суховский. Универ новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова